Но сейчас давайте перенесемся в Сингапур. Туда прибыл Ким Чен Ын. Встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 12 июня. В ее преддверии издание «Эксиос» пишет, что глава Белого дома готов рассмотреть вопрос открытия американского посольства в Пхеньяне. Впрочем, многие аналитики по-прежнему смотрят на переговоры не без доли скепсиса. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента Дарьи Козлова. Она на прямой связи со студией. Дарья, приветствую. Вот вижу, стоишь ты где-то, видимо, встречаешь как раз-таки. Расскажи, как встречает в Сингапуре северокорейскую делегацию и все ли уже готово вокруг тебя. Покажи, пожалуйста. Да, здравствуйте. Встречали Ким Чен Ына при повышенных мерах безопасности. Сейчас мы работаем на гостинице «Сент Рэджит», где как раз и разместилась северокорейская делегация. Находится эта гостиница в довольно дорогом дипломатическом районе. Сейчас движение здесь парализовано. Улицы, ведущие гостиницы, перекрыты. На подъездах полицейские кордоны. Вокруг сотни журналистов. И периодически у самой гостиницы то и дело появляются северокорейские охранники, представители службы безопасности КНДР, которые о чем-то на английском говорят уже с представителями местных, сингапурских служб безопасности. Примерно в 13.20 по московскому времени гостиница «Сент Рэджит» покинул тонированный черный «Мерседес» в окружении бегущих северокорейских охранников. Кто был в машине, достоверно неизвестно. Но, конечно, предполагают, что, скорее всего, в машине был Ким Чен Ын. Но вот какие у него планы на этот вечер, куда сейчас отправился северокорейский лидер, конечно, мы сказать пока не можем. Немного расскажу об этой гостинице. Обычные номера здесь стоят 30-20 долларов, но есть один президентский номер, стоимость которого не разглашается, но аналогичный номер в такой же гостинице в Нью-Йорке стоит 35 тысяч долларов за сутки. Конечно, встает вопрос, кто оплачивает такие расходы северокорейской делегации. Ранее несколько общественных организаций предлагали оплатить часть расходов. Кроме того, известно, что сингапурской стороне проведение саммита обойдется в 20 миллионов долларов. Конечно, большая часть этих денег пойдет на обеспечение безопасности, причем безопасности не только на земле, но и в воздухе. Сейчас действует особый режим пересечения воздушного пространства Сингапура. Самолеты должны снижать скорость. Кроме того, действуют некие ограничения на взлетно-посадочной полосе, какие точно, к сожалению, сказать не можем. Известно, что аэропорт Чанги, главный сингапурский аэропорт, сегодня принял сразу три борта из Киньяна. Первым приземлился Ил-62. Это борт номер один в КНДР, личный самолет Ким Чинына. Но вот на нем северокорейского лидера не оказалось. После этого приземлился борт уже китайских авиалиний Air China. И вот именно китайскими авиалиниями Ким Чинын сегодня прилетел в Сингапур. При этом соблюдались все возможные меры безопасности. Дело в том, что этот самолет китайской авиалинии вылетел из Киньяна по направлению к Пекину. И был ему присвоен на флайт-радаре номер CA-122. Это номер рейса, который обычно следует как раз из Киньяна в Пекин. И вот уже в воздухе самолет резко развернулся, проследовал на юг. И после этого уже на флайт-радаре номер изменился на CA-062. И стало понятно, что Ким Чинын действительно вылетел в Сингапур. И сейчас уже направляется на саммит. Кроме того, сегодня же в Сингапуре приземлился еще один борт северокорейской авиалинии. Кто на нем был, неизвестно. Но опять же СМИ предполагают, что возможно, это уже прилетела сестра северокорейского лидера, которая, как ожидает, тоже будет принимать участие в саммите в Сингапуре. Из аэропорта Ким Чинын проследовал в составе кортежа уже в центр Сингапура. Трассу для этого специально перекрыли. Ехал Ким Чинын в тонированном черном Мерседесе. И, конечно, сингапурские журналисты сразу стали шутить, что Ким Чиныну здесь разрешают даже больше, чем премьер-министр Сингапура. Дело в том, что в Сингапуре действуют особые строгие правила. Здесь, в принципе, запрещены тонированные машины. Но вот для Ким Чиныны сделали исключение. И, скорее всего, такое же исключение сделали для Дональда Трампа. Его приезда в ближайшее время уже ждут в Сингапуре. Но я напомню, до исторического саммита первой в истории встречи лидеров США и КНДР остается меньше двух суток. Мария? Да, спасибо. Я напомню, что за подготовкой к переговорам Дональда Трампа и Ким Чинына следит наш специальный корреспондент Дарья Козлова.